Всем привет, дорогие друзья! С вами ваша Виктория, это парфюмерный канал Vita Can Fly. Я с большой радостью вас всех здесь приветствую. Я решила немножко поэкспериментировать, и мне захотелось подвести итоги месяца. Честно говоря, я вообще не люблю подводить итоги. Я постоянно вижу какие-то минусы, нюансы, недочеты, начинаю ругать себя за что-то, копаться в себе. Но вы знаете, в этот раз я считаю, что все хорошо получилось, и я молодец. Покупок совсем немного, и все по списку, все самое нужное, все самое, конечно же, желанное, все самое нужное. У меня нет такого оттенка помады, нет-нет-нет. Тебе кажется, что это десятый нюд? Нет-нет-нет. Это совершенно уникальный оттенок, это вот из этой серии. Ну что, друзья, поехали! Здесь будут даже те ароматы и новиночки, о которых я не рассказывала в телеграм-канале. Поэтому, если вам такая тема близка и интересна, конечно, присоединяйтесь. И сразу скажу, что буду так поверхностно, быстренько о каждом аромате рассказывать, потому что у некоторых из них уже есть информация на моем канале. Ну что, начинаем! Самое главное приобретение в сентябре – это моя давняя хотелка. Я купила аромат Acro Bake. Валера, мой парфюмерный друг, спасибо тебе большое еще раз за то, что ты познакомил меня с помощью от Ливандика с данным ароматом, про который говорил почти каждый второй парф-блогер. Мне все время хотелось узнать, ну как же, как же пахнет этот знаменитый Bake. Работа Оливи Креспа – это один из моих самых любимых парфюмеров. Это очень красивый аромат. Лимонные выпечки. Это мягко, это тихо, это приятно. Это обволакивающий аромат. Мне он очень нравится. Это действительно свежий лимонный сдобный пирог, в котором и цедра лимона, и такой немножко даже лактонный лимончик добавили. Много ванили, какая-то древесная стружка, возможно, сахарок. Все это пропитали каким-то приятным ароматным алкоголем, и получился Bake. Я считаю, что один из лучших вариантов на прохладное время года. Это очень красиво. К слову, еще один аромат появился в моей коллекции из данной серии, но об этом расскажу в других видео. Это стойкий аромат, шлейфовый. Мне он нравится по всем фронтам. И даже это максимально простое черно-белое, очень лаконичное оформление, мне тоже нравится. Замечательное приобретение, пользуюсь с удовольствием. И, кстати, я отмечу, что это весьма комплиментарный аромат. Я думала, что это больше такой аромат для души, аромат, который оценят именно парфа знатоки. Но нет, окружающие люди тоже его очень часто отмечают. Пробежимся по приобретениям сайта Рандеву. Мы с вами вместе делали распаковочку. И сейчас уже, спустя почти что месяц, я скажу, что я очень довольна новыми ароматами. Это первый аромат Жил Сандр, это американский бренд. Жил Сандр номер 4. Это старая школа, интересный, густой, немножко даже восточный ретро-аромат. Ой, чего там только нет. Там и ягоды, и цветы, и, конечно же, гвоздика, и ланг-иланг. Немножко медовый аромат, смотрящий в сторону Красной Москвы. Но это совершенно не одно и то же. Интересно, это густой и сложно сочиненный аромат, тоже на холода. Красиво, присмотритесь на ароматы данного бренда на сайте Рандеву. Очень часто бывают скидочки. Напомню, что у меня есть промо-код, который подарит вам скидку 10%. Пользуйтесь, если вам это нужно. Для меня это универсальный аромат. Жил Сандр Софли. Очень я рада, что в итоге он оказался в моей коллекции. Прекрасный аромат чистоты, свежести, белых цветов. Если вы медработник, если вы учитель, или вы работаете в близком контакте с людьми, присмотритесь. Он будет только лишь украшать вас, а не нарушать покой других людей. Это белые цветы, цветок хлопка. Некоторые кондиционеры для белья примерно так благоухают, которые я люблю, конечно же. Это приятная такая белосветочная, зелененькая, освежающая макдолия. Имбирь такую небольшую терпкость здесь дает. Все это запудривается благодаря гелиотропу. Красиво, интересно, очень женственно. Звучит аромат белых простыней, свежевыстиранного белья, аромат белой рубашки. Присмотритесь. Но подчеркну, что на Prado Iris он для меня совсем не похож. Как же мне нравится этот аромат. Я от него просто в восторге. Это Lancome Poem. Современное издание. Здесь нам подчеркивают создатели данного от Ливантика. Конечно, у меня сайт РНДУ. Здесь 8 миллилитров. Такая темная жидкость. Я хочу сказать, что он немножечко более свежий, больше цветочный, больше желтоцветочный и медовый, чем первоначальный аромат. Аромат. Это так красиво. Для меня это не ретро аромат. Здесь такое легкое напыление ретро. Он такой густой, тоже обволакивающий. Очень красивый аромат. Кто-то мне писал, что он возрастной. Друзья, я никогда не делю ароматы по возрасту. Для меня нравится, не нравится. Мое, не мое. Только вот это правило действует. Это невероятно красиво. Здесь море цветов и специи. Чего здесь только нет. И травные аккорды, и фруктовые. Очень красиво, многогранно. Вот такие ароматы должны быть по качеству. Их хочется носить. Их хочется изучать. Но, конечно, это на прохладное время года. Поэм Ланком. Я занесла его в список своих хотелочек. И в дальнейшем я планирую его приобрести. Скорее всего, 30-ку, наверное, я себе возьму. Но пока что не нашла его нигде по выгодной цене. Если вы можете подсказать, где хорошие цены на Ланком Пуэм, напишите мне, пожалуйста. Я почему-то была уверена, что мне очень сильно нужен этот вишневый аромат в коллекцию в полноразмерном флаконе. Но в итоге пришла к такому выводу, что нет, нет, пока что подожду. Это Монсера Wild Cherry. Тоже у меня от Ливантик. Объем 8 мл. Для меня это совершенно не свежая, кисло-сладкая, такая сочная вишня. Нет. Она какая-то джемоподобная. Она немножечко такая мрачноватая. В окружении цитрусов. Здесь апельсин сладкий. Бергамот. Все это заслащивается немножечко благодаря ваниле. Здесь очень много жасмина. Мне кажется, он даже немножко здесь индольный жасмин. И корень ириса, который именно в этой вариации не выдает мне вареную морковку, что очень часто бывает в различных других звучаниях. Интересно, женственно. Но это очень такая густая, повторюсь, термически переработанная, джемоподобная вишня. Мне хотелось именно свежей вишни, яркой, сочной, позитивной, игривой. Но здесь я ее не нашла, не получила. Да, немножечко похоже на черное платьице Герлен. Соглашусь с моими подписчиками, которые писали такую точку зрения в комментариях. Неплохой аромат, но честно, не мое. Я вот сношу этот ливантик и приобретать в дальнейшем не планирую. У меня есть прекрасная подруга, которая зовут Катюша. Она тоже блогер, снимает очень интересные, увлекательные влоги на YouTube. Я оставлю ссылочку на ее канал под видео. Мы дружим уже почти что 9 лет. И Катя открыла для меня такую информацию, что в магазине Вкус Вилл продаются вот такие интересные масляные роллеры. Она мне их подарила. Первый называется Восточный цветок, который является аналогом Баккарару, 540. И второй это табак и ваниль. Интересные ароматы. Не пугайтесь, если вы не любите первоначальные звучания. Это все очень тихо, скромно, приятно. Вот я такие штучки называю ароматы для души. Лучше всего в моем случае они раскрываются, когда я выхожу, такая разгоряченная, с распаренной кожей после души или в ванной. И вот на эту очень такую полувлажную кожу я их наношу. Как они красиво раскрываются. Восточный пион. Это прекрасно, это красиво. Здесь поменьше этого шафрана, здесь поменьше сладости. Не такой характерный, конечно, как Руш 540. Очень приземленный, очень тихий, спокойный аромат. Красивый. Вот такой мне нравится, потому что Руш 540 я не люблю. Так, и табак и ваниль. Вот это тоже такая история для создания определенного спокойного душевного равновесия. Поймай свой дзен. Вот что-то такое в этом духе. Ой, какой он прекрасный. Это, конечно, свежий табак, лист табака, сухой табак. Это ваниль, это специи, это какая-то приятная сухофруктность. Очень красиво. И как будто все это залили таким тягучим медом. Это прям здорово, это хорошо. И Катя мне рассказала, что есть и другие ароматы во вкус Вилл. Даже такие отдельные наборчики продаются. Так что, друзья, зайдите, посмотрите, если вы интересуетесь парфюмерией. И отдельно отмечу крем, который мне тоже моя Катюша подарила. Это крем из вкус Вилл для рук. Амбер и перец с маслом Жожобам, Акадами и Органы. Цитрусовая свежесть с пряным оттенком. Друзья, это так круто. Я каждый вечер наношу перед сном этот крем. И я, мне кажется, вот так вот сейчас засыпаю каждый день. Потому что, ну, это действительно, да, это в духе Зелинский Эндро Зен. Круто, хорошо, такой приятный, теплый, амброво-согревающий аромат, посыпанный перчиком. Вот прям здорово. И по своим характеристикам великолепно питает ручки. Вот у меня особенно сухая зона вокруг пальчиков. Кутикула постоянно сохнет. Этот крем решает все мои вопросы и проблемы. И отдельно пробежимся по тем ароматам, на которые я снимала очень подробные обзоры. Конечно же, в сентябре меня очень сильно радовали 4 аромата из кофейной серии Fragrance World. Хорошая серия, замечательная. Правильно сделали создатели данной серии, что выпустили эти бомбические новинки именно в преддверии осени. Потому что, я думаю, что многим хочется с помощью аромата согреться, как-то поднять себе настроение. Здорово, что я могу сказать. Ну, карамель макиято, это сладенькая, это приятно, это финики, это именно капучино. Свежезаваренный, тепленький, с молочком, с ванилью, с сахарком. Рядышком обязательно на красивой тарелочке фруктики лежат. В общем, это здорово. Такой более, самый такой, наверное, акварельно-инфантильный аромат из всей серии. Такой он больше простой по своему звучанию. Кауа, самый кофейный аромат из серии. Это густо заваренные турецкие кофе. Это, опять же, много специй, пряностей. Все это так хорошо, прям здорово звучит, брутально. Аромат согревает, окутывает с ног до головы. Но до сих пор льется. Все падает. До сих пор у меня от левант льется. Представляете, очень неприятно. Я об этом рассказывала в отдельном обзоре. Так, копи лувак, это интересно. Это роза плюс... Плюс... Это очень интересно. Это классическая комбинация. Роза плюс пачули, плюс уд. Интересно, мрачноватый готический аромат. Ну, такой прям вот на холода. Мне кажется, великолепно будет звучать на коже. И ариш кофе, это максимально алкогольный аромат. Здесь разные виды алкоголя. Густо заваренный кофе. Очень интересно. Цветы там тоже есть. В общем, это хорошо. Оставлю ссылочку, смотрите отдельное видео, если вам интересно. Прям здорово. Но я объяснила, почему и по какой причине я не буду приобретать ароматы из данной серии. Конечно, хотелось бы еще и пятый послушать. Пока что нет в продаже на Валдеррис. И, друзья, весь сентябрь я баловалась, хулиганила. Изучала ароматы Splash Box. У меня их на данный момент 9 штук. Хранятся в отдельном органайзере из Fixed Price. Я не планирую больше покупать эти ароматы. Тоже говорила, почему в отдельном видео. Это действительно, это как русская рулетка. Здесь либо повезет, либо нет. Здесь раз на раз не приходится. Или как американские горки. Один аромат нравится. Вау, хочу, не могу, хочу полный размер. Второй, ну, полный провал. Это просто, не знаю. Некоторые ароматы плохо держатся, не раскрываются. Да, соглашусь со временем. Они улучшают свои технические характеристики. Я это на собственном опыте проверила. Но, как-то не знаю. Ну, отпало у меня желание дальше их покупать, изучать. Так, что у нас здесь? Самый любимый на данный момент, это, конечно же, Super Dose. Это молекулярный, очень интимный, красивый. Тоже обволакивающий аромат. Аромат для двоих. Тихая матрая кожа, красиво звучит. И даже стойкий на мне. Так, так, так. Ирис Toify. Это здорово. Это кофе. Ирис. Сам цветок ириса. Плюс его прекрасный корень ириса. Специи. Кардамон там есть. Кстати, немножко даже чем-то смахивает на некоторые ароматы из кофейной серии. Здорово. Ищите, если аромат с припудренным ирисом. Там есть кофе, присмотритесь. Так, так, так. Блю Талисман. Великолепный, замечательный. Как он мне нравится. Он так здорово на мне раскрывается. Это груша дюшес. Это амбро деревяшки. Это другие белые цветы. Это красиво. Это сладенько. Это фруктово. Но не стойко до сих пор. Хотя моему аромату уже почти, ну, наверное, три недели, а то и может быть даже и больше. Так, так, так. И давайте я отмечу еще, пожалуй, вот такой аромат. La Tulip. Очень красивый. Весенний, летний аромат. Первоцветный. Конечно же, тюльпан. Сочный, зеленый, красивый. И до сих пор слышу здесь мимозу. Ну, что, мои дорогие друзья, что я могу сказать? Сплэшбокс это, ну, больше для меня игра. Конечно, некоторые ароматы мне хочется приобрести в полноразмере, но мне дико не нравятся их некрасивые флаконы в тридцатках и в объеме 50 мл. Но это, опять же, мое субъективное мнение. Так, друзья, и в этом месяце у меня была годовщина свадьбы с моим супругом. У нас кругленькая дата. И в честь этого прекрасного праздника в моих руках оказался новый аромат. Заключительные в сегодняшней подборочке это Сеньорина Либера Салваторе Феррагамо. Мне все время хочется сказать Сеньорита. Сеньорита. Давайте я вам расскажу, как он для меня пахнет. Я вам покажу поближе флакончик. Вот такой миниатюрный, красивый, милый. Я отмечу, друзья, что мне кажется, что у данного бренда проблемы с крышечками. Потому что у меня у первого флакона вот здесь вот облезает красочка. Напишите, как у вас. И вот, пожалуйста, даже у нового флакона, которому еще даже недели нет, вот так вот уже облезает краска. Я считаю, что это не дело. Я придирчивая в этом отношении. Я считаю, что новый флакон должен выглядеть идеально. Как же он для меня пахнет. Но это очень красиво. Многие писали, что несерьезный аромат, нестойкий, неинтересный. Но я бы так не сказала. Для меня он интересный. Больше, конечно, на весну, на начало лета. Это фруктовый аромат. Цитрусовый, цветочный, припудренный, немножко смолистый. Для меня это красиво. Иногда я очень люблю носить вот такие незамысловатые, простые ароматы. Да, он простой. Это несложно сочиненная композиция. Для меня это очень приятная. Спокойная, тихая, нежная груша, которую залили теплой смолой. Добавили свежую сливу. Какие-то тоже очень приземленные, тихие цитрусы. Розочка на отголосках. Нежная, майская, юная. Такая она привлекательная. И все это ближе к базе запудривается, благодаря корню ириса. Аромат становится чуть больше сладковатым. Здесь добавили сахарок. Деревяшки. Такой немножко даже бархатистый аромат ближе к базе. Интересно, приятно, хорошо. Я пока что аромат этот еще изучаю. Ношу его на кожу, на одежде, на блотерах изучаю. Мне он нравится. Определенно это моя история. Я вообще люблю этот бренд Сальватора Феррагама. У него много прекрасных композиций. Особенно черный аромат Мистериоза или Мистерио называется. Безумно мне нравится на осень. Он прекрасен. В общем, друзья, вот такие у меня новиночки. Я считаю, что их не так много. Я хочу в октябре притормозить с этим делом, потому что я четко хочу пользоваться тем, что у меня есть. И мне нужно определиться, какие ароматы от меня будут уходить, а какие точно останутся в коллекции. Напишите, какой улов у вас был в сентябре. С удовольствием почитаю. Все ваши комментарии и отвечу на них. Спасибо за внимание. С вами была ваша Виктория. Я вас целую и желаю по традиции прекрасного, успешного, удачного дня. Спасибо большое, что вы со мной. Обнимаю каждого из вас. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!